МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На которые она может выбрать себе лучшего спутника. Хочу азиата, давайте, пожалуйста. Парни сами назначают себе цену. Давайте посмотрим лохов за 100. Но есть подвох. Девушки делают ставки вслепую, не видя парней. И зная только то, что парни сами указали о себе в анкете. Я оценил себя в 300 сердец, потому что я очень клевый. Расскажи про свои сантиметры в другом месте. Девушке понравилось. После ставок девушек у парня будет 30 секунд, чтобы произвести впечатление. Да сына, я взрослый. Я еще маленькую для этого. От него зависит, будут за него бороться или сольют. Что это за село сейчас вышло? Я даю последний шанс. Если парень не понравится... Нет, фу, нет! Девушки могут отказаться от него. Ой, какой-то волосатый, нет! Пока! Но их первоначальная ставка все равно сгорает. Дизлайк! Ты разбиваешь мое сердце. Ча, лохушки! Все сердечки тоже сгорят, если девушка пошла ва-банк. Он достанется мне. Если несколько девушек пошли ва-банк, то тогда уже парень получит право выбора. Ну что, крошки? Я подумал. Она жила, она была живая. Эти как ко мне, оба сидели такие. Курицам иногда везет! В новом сезоне вместе с вами шоу будут смотреть и комментировать известные блогеры. Всем привет! Меня зовут Женек, меня зовут Ильдар. И сегодня мы с вами смотрим «Сердца за любовь». Новый сезон. Давайте без промедления начнем. Ну что, начинаем? Прямо сейчас пять девушек вступают в борьбу. Ну красота просто. Знакомьтесь с нашими сегодняшними участницами. Наталья. Профессиональный психотерапевт. Помогает людям разобраться в себе, даже если они этого не просят. Кстати, я бы хотел пойти к психотерапевту, который в сердца за любовь входит. Наверное, профессионал своего дела. Да, да, да. Любит странных людей с тараканами в голове. Не любит мужчин ниже себя ростом. И какой у нее при этом рост? Метр двадцать один. Нет, сто девяносто три. СМЕХ работает, ничего не тратит, и потом у нее типа телефон. Надеется встретить на шоу парня, который будет разделять ее интересы. Владислава. Творческая личность. Пишет стихи и картины. В 16 лет проехала автостопом 16 километров. Пунктуально. Никогда не опаздывает на свидание. Мечтает познакомиться с милым мальчиком. София. Студентка. Считает, что монотонная офисная работа не для нее. Играет на фортепиано и плетет из бисера. Главным в отношениях считает совпадение киновкусов. Ну что, с какой целью? Кто пришел? Я пришла за лучшим парнем. А ты? Ну, как я понимаю, конкуренции у меня здесь нет. Так что лучший достанется мне. Боже, старуха, молчи. Лучший достанется мне. Нет, лучший достанется мне. И мне. Я уже достался лучшим. И мне. Я пришла смотреть девочки только за 500. Мне меньше явно не нужно. Заяц, мой уровень даже не сотка, окей? Конкуренции тебе, кстати, нет на вещевом рынке, дорогая. А я здесь лучшая. Ты здесь лучшая среди худших? А я здесь королева, девчоночки. Знаешь, сделала себе комбинезон из шторки в ванной. Да, да, да. Вот такой, знаешь, совдеповский ремонт. На ней. Ну, смотрите. Вот тебе сколько лет? 17. А тебе сколько лет? 21. Ладно, тебя опускаем. Дорогуша, королева, не возрастом мерится. Наверное, ты самая старая из нас. Не самая старая, а самая мудрая. Ну, ладно. А тебе-то сколько лет, дорогуша? Она хотя бы не выглядит как клоун, окей? Да, ты что, с цирка сбежала? Ты видела свой прикинь? Между прочим, девчонки, сбежала не с цирка, а из болота, из культурной столицы Санкт-Петербурга. Девчонки, в зоопарк можно не ходить, QR-код отменили, но он уже здесь. Короче, смотрим за 300. Рты закрыли, смотрим за 300. Ну, за 300 получится только какой-то тракториста. Девочки, смотрим за 300. Ну, ладно, пусть везется в своем комбайне. Давайте посмотрим. Николай. 21 год. Менеджер по продажам и стендапер. Здесь все такие. Я представляю, как он проводит стендап такой. Ну что, так же вы можете приобрести и начинает что-то рассказывать. Я водитель маршрутки. Да, да, да. И реактолог. Обожает готовить. Для своей девушки будет готовить все, что она пожелает. Привлекают эксцентричные натуры. Я думаю, я сыграю, потому что он юморист. Это очень здорово, когда он может рассмешить девушку. Ну, нет, боже, комики мне не нужны. Мне нужны скучные, душные пацаны, и не более. Думаю, что нет. Одного юмориста в семье достаточно. Девочки, я играю. Думаю, посмеяться стоит. Девчонки, мне всегда нравились мужчины, которые умеют готовить. Я надеюсь, он умеет готовить сырники. Золотая середина, потому что, видите, дело в чем. У меня смешанные корни. И если русские корни позволяют мне говорить, что 500, то корни смешанные с бурятскими все-таки заставили сказать у меня 300. Привет, дамы. Сегодня я специально не брился для вас, чтобы вечером одну из вас пощекотать. Я привез вам вкусные подарки. Иди сюда, ты. Иди сюда. Иди сюда. И там просто такое тело. Нападай на меня. Это сырки творожные. Ты любишь творожные? Это ты сам готовил? Нет, я купил их для вас. Бери быстрее, пожалуйста. Ну ладно. Мне тяжело. Держи. Стой, какой знак зодиака? Я телец. Хорошо. А какие знаки тебе не нравятся? Я не знаю, я не шарик. Тебе тяжело держать сырки? Это же мой любимый, боже мой. Это мой любимый сырок. Ты волнуешься? Так, девчонки, а теперь давайте все мне на карточку по 500 рублей. Держи чай. Ты даже позаботился об этом. Знание было, сколько у меня лимонов. Это очень мило. Ты будешь чай? Лучший, лучший. Давай. Что давать? Чай. Мне 17 лет, мальчик. Держи. Спасибо большое. А чем ты еще можешь удивить, кроме сырков и чая? Фокус покажи мне, удиви. Вытягивай. Фокус с картами Таро. Я тоже карту хочу. Сейчас, секунду. Ты точно хочешь дудку? Еще нужно одну? Да. Показываю, что у тебя там. Какой тебе нужно показать? Обе. Обе? Будем смотреть, что там. А как же ты будешь... Мы гадаем. Вот эту хочу показать. Покажи, дай. Это Пентакли. Держи. Что это значит? Я не разбираюсь в картах. Ты же телец? Я телец. Ну вот, видишь? Типа эксперт ни в чем. Давай с тобой тоже. Давай. Это что? Это он меня так унизил, девочки? Какого ты года рождения и дата полная? Третье ноября. Третье ноября. Это воскресенье. Ты очень цветная. Что это значит? Это значит, что я открыта для всех. Но сегодня я открыта для себя. Коля, ты знаешь, ты для меня слишком большой бабник, поэтому я тебе говорю нет. К сожалению, ты меня тоже не заинтересовал. Спасибо за угощение. Это было очень мило с твоей стороны. Но я пас. Слушай, я уже не хочу тебя выбирать. Ты мне не интересен. Ты некрасиво себя ведешь. Мы еще пообщаемся. А он еще и надо. Ну, может, и пообщайтесь, но точно вне проекта. Пока-пока. Пока. Не удивил, к сожалению, ты нас своими фокусами. Да, кстати, с самоиронией у девочек проблем нет. Вообще абсолютно хорошо, что все понимают. Все поняли, да? Да, это очень классно. Все поняли, что это очень классно, которое там сидит. Меня заинтересовала девушка, которая была цветная, потому что она самая эксцентричная, язык такой и пришел. Но в итоге оказалось, что она нажала красную кнопку, так и не объяснив, почему она потом хотела познакомиться еще ближе, но было поздно. Да, раз вам не понравился такой мужчина, давайте смотреть за 500. Радужная, только если ты выбрала, тогда с ним флиртуй, а не с кем попалась. А сама-то что? Ой, сырочек, ой, чаечек, давай все мне, давай тарелочку. Ой, какой мальчик, дай мне карту, погадаем. Да, да, да. В принципе, я думаю, за 300 был не очень хороший вариант, за 500 должно быть лучше. Да, надо сделать что-то хоть получше, посмотреть самый максимум. Давай, поворачивайся максимум. Мы хотим смотреть за 500, смотрим. Олег, 33 года, работает кладовщиком, обожает спорт, импровизатор, мастер на все руки, способен разобрать и собрать компьютер. Рад будет знакомству с хозяйственной девушкой. Девочки, я хоть и спортсменка, легкой атлетикой занималась 11 лет как-никак, но 33 для меня слишком старый, я пас. Ну, мне 33 уж точно, вообще нет. Оставьте стартеров для себя. Ну, лично я вообще не хозяйка спортсменов, не люблю, так что это не мое точно. Ну, я посмотрю на этого мужчинка. В принципе, спорт и умные мужчины, это вполне себе прекрасное сочетание, раз он занимается компьютерами. Почему бы и нет? Это прикидь, косичкой такой приходит. А, скорее всего, так и будет. Тот чел, который продает магнитолы всякие, знаешь, вот у него сзади записывающие кассеты. Я себя оценил в 500 сердец, потому что, ну, во-первых, я уже, у меня был настрой боевой такой, ну, победить, это во-первых. Ну, и возраст, стаж, опыт, как бы там, чего как подкатить, а рассказать. Блин, хорошо, что вы с футболки в футболках очень приятно. Я постирал все майки, извините. О, мои глаза! Смотрите, у него кубики есть, но это смешно, девочки. Может, ты уже, уже мне не нравится, очень не нравится. Привет, девчонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что, как дела, нормально? У нас-то все хорошо. Нормально, нормально. Реально пресс нарисованный. Да, да, он сделал. Ха-ха-ха, смешно. Ну, что, начнем с загадки. У меня есть для вас загадка интересная. Ну, такая легкая, но веселая. Кто знает значение слова «экскалибр»? Что? Экскалибр. Это что, из Гарри Поттера? Это меч, все верно. К чему я клоню? Может, кто-то смотрел фильм или мультик, где меч. Король Артур. Да, все верно. Уже три балла заработал он. Молодец. Вот. Я к чему клоню. Есть такая спортивная дисциплина, тоже называется «экскалибр». Там, то есть, проверяется сила хвата, кто больше подымет. Так я в этой силовой дисциплине самый лучший. Скучно. Ну что, готовы? Мы-то всегда готовы. Самая лучшая демонстрация в этой силовой дисциплине «экскалибр». Экскалибр. Ощущение такое, будто бы эту силовую дисциплину придумал он. Экскалибр. Боже мой. Девчонки, ну замирайте. Оно улетело. Девчонки, я совершенно точно за все настоящее. То же самое может повториться и в других сферах, поэтому пока нет. Влада, да? Да, Влада. Влада, да, что тебя интересует? Ты даже имени можешь заполнить? Меня ничего не интересует. Мне очень не нравится, что ты ездишь в таком виде в метро. И я не хочу, чтобы мой молодой человек в таком виде расхаживал по людным местам. Если он пришел на шоу без майки, значит, он всегда без майки. Да, в метро точно всегда голый. Понятно, Ангела, но... Я пас. Учи Аваду Гитавру. Ну, конечно, если бы выбрали, был бы этот вариант, конечно, получше, разумеется. Но зато позабавился. Ну что, увидели здесь 500? Я вообще не понимаю, как такие контингенты могут сюда попадать. Я очень рада, что я его слила с самого начала. Это просто пипец. Нет, ну если бы у него еще настоящий пресс был, можно бы было подумать. Вот именно. Нарисовала себе пресс, пусть и девушку нарисует. Ну, лично я все-таки увидела 500, только не вот тут вот, а... А вот попа. Давайте тогда понизим ставочки и выберем за 100. На соточку? Давайте. Давайте попробуем. А вот, девчонки, уже и подружки к середине выпуска. Анатолий, 19 лет, музыкант, не сдал ЕГЭ, перебрался из провинции в Москву, продюсирует блогеров, нет идеала девушки. О, нет, он слишком маленький и слишком глупый. Для меня это прозвучало как неудачник. Продюсирует блогеров, я как раз тоже начинающий блогер, я играю. Ну, он подходит мне по возрасту, и он музыкант, я в деле. Я по специальности тоже музыкант, поэтому мне бы хотелось посмотреть на него тоже. Я ценил себя в 100 сердец, потому что меня вчера сшили 100 раз. Мальчик мой любимый. О, Боже мой. Кому там нравились корицы? Мне очень нравятся мальчики азиатской внешности. Вы такие красивые. А ты поешь? Я пою, кстати. Поешь? Споешь нам? Пожалуйста, пожалуйста. Можно текст читать, а то я не помню, я только что написал просто. Только что написал? Ничего себе. Девочки, смотрим. А нас, надеюсь? Конечно. Надеюсь, мы послужили вдохновением для этой песни. Все, давайте слушать. Давай послушаем. Тихо, девочки, слушай, мальчик. Большие буфера, так быть со мной хотят. Вижу отражение себя, там негладко, но сияет. Мое зрение так страдает. Я ведь вечно буду... Ладно, я не дописал. Тихо, ребят, ну он такой не мог придумать только что. Это явно заготовка какая-то. Ему в наушниках диктуют. Да. Слушай, ну ты немножко... Да, девчонки, хлопаем вашему выбору. Слушай, я не буду хлопать. Меня не заинтересовал данный молодой человек. Извини. Прости, пожалуйста, ты очень милый, но я пас. Извини, песня, она настолько тронула, что пришлось нажать красную кнопку. Слушай, ты так не расстраивайся, тут сидит девушка. Смотри, она тоже в красном. И она очень любит мальчиков, как ты, так что действуй. Ты отбил все. Подождите, подождите, я сегодня буду с Вахой. Давай. Давай. Ты отбил все. Серьезно. Как тебя зовут? Анатолий. Как тебя зовут? Влада. Чистый кореец Анатолий. Ну как Цой, в смысле. Он кореец? Да, Цой кореец. Анатолий и Влада. Я объявляю вас идеальной парой. У вас прекрасный вкус, у вас одинаковые худи. У вас прекрасный вкус друг на друга. Они в шоке, мне кажется. В общем, короче, валите. Я думаю, они будут очень классно сочетаться. Можно? Нет, не надо. Пожалуйста. Они точно созданы друг для друга. У Толика был очень милый взгляд в мою сторону, поэтому я думаю, что все же какая-то симпатия у нас произошла. Мы оба музыканты, и я думаю, мы найдем общий язык. Я думаю, что Владе я понравился из-за того, что я тоже в красном. Влада мне тоже понравилась, потому что она тоже, как и я, в красном. И я думаю, что у нас с ней что-то да и получится. Думаю, у нас будут красивые дети. Да, типа они на втором свидании приходят в разных одеждах и такие, да не, что-то мне не подходит друг другу. А в студии появляется новая участница. Полина. Обожает общение с самыми разными людьми. Жила несколько лет в Италии, поэтому любит все красивое и изящное. Привлекают парня с кучеряшками на голове и милые в общении. Слушай, мы тут выбираем парней, а ты вырядилась так, как будто пошла гулять 9 часов вечера с собакой и то, чтобы тебя... И случайно попала сюда выбирать себе молодого человека. Ты понимаете, хочешь его выбрать? Она решила сразу обескуражить, чтобы он знал, что ждет его дома и не пугался на утро. А, чтобы по утрам не пугался. Не пугался. Это уже был. Вы видели? Да давайте за 100. За 100 одна девочка ушла, сейчас вторую солью. Ахатя, давайте, давайте. У меня только 100 баллов. Давайте за 100. У меня много сердечек. Ну ладно, у меня только 100 сердечек. Давайте посмотрим за 100. Я уверена, нам сейчас повезет. У нас еще осталось 100 сердечек. Смотрим за 100 сердечек и даем ей право выбора. Смотрим за 100 сердечек. Евгений. 23 года. Профессиональная модель. Готов устроить незабываемое файер-шоу в твоей постели. Просто пачку петард кинул. Все. Нравятся девушке, знающие себе цену. Ну что ж, я знаю себе цену, так что я в деле. Файер-шоу, это значит, он там с огоньком шалит. Ну давайте посмотрим, я в игре. Ты как кровать подожжет. Будешь подразделять. Описание очень заинтриговало. Я в деле. Ну, за 100 баллов, я думаю, я в деле. Ладно, девчонки, не буду вас бросать. Посмотрим, что это такое. Соточка – это твой предел. Смешная девчонка, мне нравится, прикольная. Ощущение такое, будто ее родители в заложниках держат, она должна улыбаться. Я оценил себя в 100 сердец, потому что не столь важно, как я оценил себя, чем как бы оценила меня девушка, которая бы мне тоже понравилась. Побольше бы, братик. Так будет разборчивее. Я в костюме индейца, потому что я недавно переехал в Москву, у меня толком нет нормальных вещей. Честно говоря. И когда пошел в магазин, я понял, что не хочу подеваться обычно, поскольку все-таки это шоу, и нужно как-то быть более ярким. СМЕХАЕТСЯ Да ладно? Ты вообще долго одевался? Я ожидала всего, но только не этого. Прикольно. А вот вы дождались. Слушай, чем же ты нас удивишь? Перенести это все надо, да? Не нажимала. Прикольно. Ну, получается, дождалась. Я индейец, поэтому трубку мира сейчас будем раскуривать, да? Девушки, я видел, тут один парень был с голым торсом. Был горячий, наверное, да? Вообще нет. Надо чуть-чуть остынуть. Давай. Кто хочет еще охватиться? Я, я, я хочу. Он меня накурил. Я тебя напарил. Это разно. Да не бойся ты. Все остатки целы и невредимы. Ох. Ладно, это слишком долго, я так понимаю. Я думала, ты хотя бы каждую девушку как-то по-другому удивишь. А ты всем... Нет, вообще на самом деле приколов много, просто, я так понимаю, времени у меня не так много. Он сейчас такой, а тебе я стрельну в голову с лука. Приколов тут... Слышали такую штуку? Это Магав называется. Открой рот, закрой глаза. Поставьте все яблоко на макушку. Смотрите. А ты возьми его в рот. Самое зажигательное, самое огненное у нас не получится, поэтому кто-нибудь хочет есть. Девочки, я повышаю. Да ладно. Кто-нибудь есть хочет? Да. Да? Нет. Нас тут уже с сырками накормили, я лично сыта по горлам. Я не упущу свой шанс. Это что сейчас? Я не упущу свой шанс. А-а. Это лапша? Да, это лапша быстрого. Комментируем. Фу, он кормит уже другую девушку. Я к этому не готова. Я пас. Ладно, что-то я могу тебя покормить. Не надо. Я не на помойке себя нашла. Ладно, без такого смысла не на помойке. Ты хочешь сказать, что я мусор? Ты кормишь всех девушек. И что это? Может, я просто люблю людей? Они, наверное, когда в ресторан приходят, она такая, тут что, еще других кормят, кроме меня кого-то? Пошли. Мы что, на помойку пришли, что ли? Да, я здесь я не там нашла. В одном ресторане сидеть одна. Надеюсь, по крайней мере, вы хорошо поели? Может, ты нам станцуешь хотя бы что-нибудь? Станцую? Да. Тебе. Не мне, всем нам. Фу, мне такое не нравится. Не надо, не надо. Фу. Ну, вот посмотри, девушка хотела тебя повышать. Что ж ты ее не замечаешь? Она тебя даже повысила, кстати. Я вижу просто меня одна мадам, которая совсем забыла про манеры, отвлекала меня. Да. Ну, если тебя отвлекают другие девушки, то можешь идти к ней. Вот это поворот. Сердце просто понимаешь. Я до сих пор от тебя противно. Можешь, пожалуйста, уже уйти отсюда? Нет, пусточки. А вот если я повысю, то что? Как ты меня удивишь? Например, какие у тебя еще штучки там есть интересные? У нее голова все блестят. Интересные штучки сейчас? Да. Хоп, хоп. Так, у меня немного надоела эта штучка. Дай свои перышки мне, я повысю. Перышки? Да. Я повышаю. Хоп, 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 хоп. Держи. Честно говоря, это для детей, но огонька у нас не получится, потому что я потеряла одну штучку. Поэтому. Огонек сидит перед тобой. Все же девушки любят жемчужины, правильно? Жемчуг? Жемчужин. Так. Так. Что-то жемчужина не выходит, да? Ой, у тебя, как всегда, что-то пошло не по плану. Во, 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 вот как это работает. Еще за пузыри. У нее сейчас все штаны будут мокрые от твоих пузырьков. Слушай, я смотрю, ты комментатор у нас от бога прям, да? Да ладно? А, Женя показался мне слишком несерьезным, поэтому я его не выбираю. Он шутник. Женя, вот ты мне понравился всем. Я даже тебе повысила. Теперь ты старший лейтенант в этой студии. Зачем повышать, если можно повысять? Но есть у тебя один недостаток, который мы не в силах изменить. Моего бывшего звали Женя и меня до сих пор триггерят, поэтому прости. Нам не по пути. Но перья себе оставлю. А ты что думаешь, будешь его брать? А я не люблю кукурузные палочки. Женечка, пока-пока. Спасибо за все твои фокусы. Фокусы были прикольные и вкусные. Я пришел больше для себя, чтобы выразить себя, чтобы доказать себе, что я не боюсь этого. Поэтому обиды какой-то и грусти у меня нет. Девчонки, у меня закончились сердечки, и я рада, что наконец-то ухожу из этого серпетария. Наташ, ну ты не расстраивайся. Я думаю, что ты найдешь себе кого-нибудь получше. Я думаю, что вы тоже здесь найдете кого-нибудь из этого непонятного выбора. А знаете, мне даже жалко, что у тебя закончились сердечки. Ну, потому что в конце, если бы не было нормальных мальчиков, то я бы выбрала тебя. Ой, вот это комплименты. Ты не в моем вкусе. Ой, вот это было красиво. Пока, девчонки. Просто. Нашили, боже мой, боже мой. Не, сюжетный боворот сегодня интересный, конечно. Ну, вообще. Пока. Пока. Мы хотя бы за сто посмотрим, а ты уже не увидишь никого. И я этому рада. Мне хочется видеть рядом с собой самодостаточного, уверенного в себе мужчину с какими-то целями. А все, кто был у нас на шоу, они максимально какие-то такие легкомысленные, такие детишки. И фактически это как взять сына на воспитание, чего я делать абсолютно не хочу. А в студии появляется новая участница. Ольга. Работала в популярном ресторане быстрого питания, пока он не закрылся. Любит природу и активный отдых. Прошлого партнера уличила в измене, поэтому мечтает познакомиться с верным молодым человеком. За 300. За 300. Ой, что с вами делать, ладно. Я же говорила, получаю, что хочу. Смотрим за 300 сердечек мальчика, желательно сладенького. Николай, 21 год. Работает монтажником на стройке. Мечтает стать в будущем известным политологом. Занимается ММА и баскетболом. Рад будет знакомству с заботливой милашкой. Ну, конечно, для меня немножко староват, но я милашка, так что я играю. Я тоже красоточка. Девочки, он меня очень заинтересовал. Я хочу на него посмотреть. Я согласна. Ну, знаете, если я как раз недавно прикупила трехэтажный кирпичный домик, и как раз монтажных работ не хватает, так что я тебя нанимаю. Я оценил себя 300 баллов, потому что это золотая середина. 100 слишком мало, типа 500 слишком много. Ну, это лучше, чем прошлый вариант. У него хотя бы пресс настоящий. Привет. Шоу с одним трюком. Можно я продемонстрирую? Ну, давай, крутись. Вау. Опа-на. Я думаю, так тебе свертухи смогу прописать, или будешь плохо себя вести, мова. Нет, ты слушай. Я повышаю. Давай. Я повышаю. Так, ну, мальчик, я вижу, ты очень хороший. Слушаешься маму. Ты в шапочки пришел? Она у меня как талисман. А что под шапочкой? Секрет? Да ладно, волосы есть, ничего себе. Сколько ты занимаешься спортом уже? Ой, ну, лет с 12. А я иду еще ва-бам. Ты только пришла. Да ладно. Царевна-лягушка вышла на охоту. Так, ну скажи, вот мне, конечно, не очень нравятся татуировки. Я, в принципе, против всего этого, но ты монтажник? Ну, на стройке работаю. Окна ставим. Нет, это точно не мой вариант. Меня раздражает Оля, поэтому я хочу ее слить. Пусть она с ним сама уходит. Ты, конечно, очень милый, но мне не нравятся парни, у которых много татуировок. К сожалению, то есть я пар. А я пойду ва-банк. Ну что, теперь у тебя есть выбор, парень. Выбирай из двух. Ты можешь... Я выберу новую. Девочки, вы как хотите, я забираю самого лучшего. Всем пока. Наверное, он решил подкачаться и выбрал самую большую гирю. Сделал еще много татушек, сильно пару. Ой-ой-ой. И она сразу такая, вау. Голый мужик, никогда такого не видела. Николай вышел на сцену изящно, красиво. Мне понравилась его очень фигура. Очень понравилось с ним общаться. И я его сразу выбрала, потому что это тот человек, которого я искала. Ну, после программы мы с Ольгой встретимся. И я думаю, дальше будет видно, как она вообще будет. Ну что, Полина, получается, у тебя закончились все сердечки. Потому что ты пошла ва-банк. И мы вынуждены сказать тебе пока-пока. Уходи, девочка. Не доросла еще до таких мальчиков. Я думаю, в следующий раз тебе все-таки нужно будет прийти в чем-нибудь поприличнее. И как-нибудь поженственнее одеться. Все-таки не мусор выбрасываешь, а парней выбираешь. Иди, пока. Больше всего из девчонок меня, наверное, раздражала Маша. Потому что она какая-то была гиперактивная такая. Мне такие не нравятся. А что мальчика больше не будет, это все? Это весь вариант? Я все-таки до конца надеялась, что, может быть, будет вариант какой-нибудь получше. Но оказалось, что все зря. Мне совсем не обидно, что я ушла без парня. Потому что у меня трехэтажный дом. Потому что это не цель моей жизни. Я блогер-миллионник. Я самодостаточная, стильная, независимая женщина во всей своей красе. И я найду парня в каком-то другом месте. Скорее он найдет меня, потому что я такая прекрасная. Мне, конечно, понравился последний парень. Не знаю, как его зовут. Но, к сожалению, у него были татуировки. Мне не очень нравятся татушки. Я осталась сегодня без парня, потому что я думала, что найду лучшего. И в итоге упустила достаточно хороших ребят, с которыми можно было хорошо пообщаться и даже построить отношения. Лучше качок в руках, чем индеец в резервации. Я богиня. Я, я богиня. А ты не богиня. Проходим молча мимо. Как говорится, взял левый телефон, возьми правый. Что? На этом все, СТС Лав. Ты подходишь, кстати, по этой программе. Я просто сказал какой-то. Спасибо за просмотр, ребята. Всем пока.